В этом уроке я продолжаю тему обязательные базовые навыки. Если вы не умеете шить или шили на очень мало, этот цикл видео уроков для вас. В этом видео хочу уделить внимание складкам. В предыдущих уроках, в уроке номер 4, посвященном рюшам и оборкам, я показывала, как закладывать односторонние складки. Покажу еще раз. То есть у нас все складочки наши смотрят в одну сторону. Глубина складочек должна быть везде одинаковая. Расстояние между складками тоже, как правило, выдерживается одинаковое. Теперь в качестве основы мы можем использовать прямоугольные детали или различные расширенные детали. Кроме односторонних складок мы можем закладывать бантовые складки и встречные. Что это такое? Одностороннюю покажу еще раз на бумаге. Все закладываем одинаково. Все смотрит в одну сторону. Бантовые складки в одну сторону и в другую. На ткани, на материале это будет выглядеть вот так. Раз. Два. Это у нас бантовая складка. Показываю чисто схематически, специально не вымеряю, для того, чтобы вы поняли сам принцип. Это у нас бантовая складка. Теперь встречная складка. Вот таким вот образом закладывается вторая навстречу первой. Еще один способ закладывания таких складок покажу вам. Закладываю глубину. И центр этой глубины, вот эту точку, совмещаю с булавочкой. Получаю бантовую складку. Теперь не вот так поднимаю материал, а внутрь убираю. Сейчас чуть-чуть поспешила. И распределяю опять-таки вот это расстояние пополам. То есть совмещаю вот этот вот центр, вот этот, с булавкой. Таким образом, на лицевой стороне получаю встречную складку. Вот так чуть-чуть сдвинуть, еще поправить надо. То есть разница между бантовой и встречной в том, что одна мы вытягиваем одну на лицо, а вторую вовнутрь нашего изделия. Например, на расширенных деталях это выглядит вот так. И вот так. получаю встречную складку вот три встречные складки теперь я закладываю бантовую вот таким образом вот встречная вот бантовая еще существуют складки верные и односторонние веерные что это такое это одна встречная и еще равная ей такая же встречная даст нам веерную складку не путайте с веерными драпировками это не одно и то же к этому мы еще вернемся следующих уроках к верным драпировкам и и драпировкам вообще вот у нас получается верная складка таких верных складок может быть сколько угодно на тех же юбках сколько мы задумываем по модели от 1 до 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 бесконечности практически сколько вам ваша фантазия подсказывает теперь верное односторонние мы здесь закладывали в две стороны а верное односторонние закладывается одну сторону вот всего лишь одна складочка глубина этих складок может быть от полутора до двадцати сантиметров столько сколько мы задумываем по моделей объясню что такое глубина вот это внутренняя часть вот это расстояние отсюда до сюда по линии вот этой у нас даст нам глубину складки еще раз объясню для ясности вопроса например мы хотим заложить вот такую величину любую какой мы выбираем допустим на свадебных платьях поскольку все таки я ориентируюсь на наряды для торжеств от двух с половиной в одну сторону и в другую даст нам суммарно 10 сантиметров глубину складки я специально отмечу здесь зеленым вот это все расстояние и есть глубина складки то есть если мне нужно два с половиной в одну сторону и во вторую два с половиной раз два три четыре то есть вот вот эти кусочки раз два три четыре здесь у меня сейчас конечно не два с половиной где-то один и два соответственно суммарно здесь приблизительно на глаз зрительно я так от оцениваю 48 еще раз покажу допустим натуральную величину те два с половиной о которых я говорила то что мне нужны те два с половиной сантиметра вот я отмечаю 10 сантиметров отмечаю 5 отмечаю два с половиной для того чтобы мне легче было закладывать соединяю вот эту точку с этой точкой складываю по вот этой точке ориентируюсь по ней вот по этой черточки совмещаю вот эти два крестика теперь совмещаю середину самую первую нашу точку с булавочкой бумаги не очень удобно но зато на мой взгляд более понятно и получаю встречную складку если мне нужно бантовая то наоборот совмещаю два крестика совмещаю центр с булавкой получаю бантовую складку на этом все до встречи в новых видео